Декомпрессионные заболевания Ну, немножко публикуется что-то в интернете, есть какие-то отдельные статьи, но большинство статей, к сожалению, идет на английском языке. Очень мало кто переводит что-либо. И поэтому для большинства дайверов, в принципе, эта информация становится недоступной. То есть, если кто-то не потрудится это перевести или как-то обобщить, перевести на более доступный язык, потому что научные работы все-таки написаны достаточно специфическим языком, профессиональным языком. Английский язык и так не очень легок для понимания для человека, который говорит на славянских языках зачастую. Но, может, я, конечно, ошибаюсь, может, я такой один, но зачастую это достаточно сложный для меня процесс интерпретировать с английского на русский, чтобы сложилось в такую достаточно гладкую речь, в нормальный вид. Поэтому перевод у меня всегда занимает много времени, чтобы перевести с английского что-то на русский язык, приходится прикладывать много усилий. Сложность не в том, что не знаешь каких-то терминов или не понимаешь, о чем говорится. Сложность в том, чтобы сделать это так, чтобы было понятно всем. Так вот, собственно, что я сделал? Я сейчас взял одну статью, это было выступление одного из членов правления, руководителей компании ДАН на международной дайверской выставке ДЭМа в этом году, который обобщил несколько различных исследований в своей речи и показал, в каком направлении вообще ведутся исследования в области ДКБ. Вот я добавил что-то из своего, то, что я раньше уже публиковал у себя на сайте, можете посмотреть там, если вам интересно. И, собственно, эту статью я тоже перевел, и со своими дополнениями она тоже будет опубликована на нашем сайте, так что переходите, ссылочка есть в описании. И если вам интересно, прочитайте более подробно, о чем, собственно, эти исследования были. Так вот, давайте начнем. Итак, в каких, собственно, областях сейчас ведутся исследования? Основные исследования ведутся в области изучения эндотелия. Второе направление – это у нас, как ни странно, возможно, это может звучать пища. Третье направление – это предварительная подготовка перед дайвом. И четвертое направление – это генетика. Начнем с эндотелия. Вообще, что такое эндотелий? Эндотелий – это слой, который выстилает внутреннюю поверхность наших кровеносных и лимфатических сосудов. У нас огромная поверхность покрыта эндотелием, и он занимает порядка 3000 квадратных метров в среднем в человеке. Представляете, какая огромная эта площадь и какое там количество триллионов этих клеток. И в чем, собственно, заключается эндотелиальная теория? Она говорит о том, что причиной ДКБ являются не только и не столько, возможно, даже пузыри, сколько клетки эндотелия. Как это проявляется? Пузырьки во время движения по сосудам, ударяясь в стенки, наносят повреждения и выбивают некоторые клетки эндотелия, которые и становятся зародышами для достаточно крупных образований, скоплений пузырьков, которые в дальнейшем становятся причиной декомпрессионного заболевания. В этих исследованиях были представлены достаточно противоречивые гипотезы, противоречивые заключения. Например, исследования, проводимые военными, противоречат этим утверждениям. Исследования, проводившиеся в любительском дайвинге, подтверждают все эти заключения. Что самого интересного было в этих исследованиях? Эти микрочастицы, клетки эндотелия, которые являются зародышами для скопления пузырьков, очень интересно, как они проявляют себя в организме. Были проведены опыты, когда мышей подвергали компрессии, погружали, потом быстро поднимали, чтобы вызвать у них симптомы декомпрессионного заболевания, а потом брали у них кровь, естественно, не всю, и переливали мышам, которые не погружали, которых не подвергали повышенному давлению. И вот у тех мышей, которые не участвовали в компрессии, которых не погружали, будем говорить так, на подводу, в нашем случае мы же берем компрессию, это то, что мы погружаемся под воду, мы дышим газом с повышенным давлением, а тут, конечно же, никто мышей под воду не совал, просто в барокамере их задавливали давлением, повышали давление в барокамере, а потом быстренько его понижали, чтобы вызвать ДКБ. Так вот, мыши, которых не участвовали в этом эксперименте, имеется в виду в барокамере, не сидели и получили кровь от тех мышей, которые получили ДКБ в результате вот этого эксперимента, вот эти мыши тоже испытывали, у них тоже наблюдались симптомы ДКБ, вот, что говорит о том, что в принципе вот эти как раз клетки эндотелия и являются одной из причин, получается, ДКБ, вот, что подтверждает эту теорию. Следующая у нас теория – это питание, и она, собственно, напрямую связана тоже с эндотелием. В чем суть? То есть были проведены исследования, я уже ранее об этом писал на нашем сайте, проводились исследования о влиянии поедания, будем говорить так, темного шоколада на риски возникновения ДКБ. Так как влияет поедание темного шоколада на снижение рисков ДКБ? Выявлено было то, что компоненты, содержащиеся в темном шоколаде, влияют на снижение эндотелиальной дисфункции. То есть там очень много антиоксидантов, которые положительно воздействуют на наш эндотелий и снижают его, как бы, возможности его повреждений, что в свою очередь приводит к снижению рисков, даже не рисков, а реальному снижению случаев возникновения ДКБ во время исследований, которые проводились. То есть люди, которые поедали шоколад, и участники группы, которые не поедали шоколад, при одинаковых условиях, в той группе, которая не ела шоколад, случаев ДКБ было больше. Но прежде чем начать тоннами жрать темный шоколад, мы должны понимать, что это исследование достаточно узкие проводились. По большому счету это проводились на одном профиле. И не факт, что на других профилях погружения при других условиях также темный шоколад даст столь значимый эффект, а возможно он даст и отрицательный эффект. Исследование надо продолжать, и надо делать погружение в различных условиях, чтобы понять, насколько эффективно воздействие антиоксидантов из темного шоколада на риски возникновения ДКБ. Еще одни исследования проводились по влиянию эсцина. Это вещество, которое входит в состав конского каштана на степень снижения случаев декомпрессионных заболеваний. Тоже проводилось на крысах. И тем крысам, которым вводился эсцин, у них случаев гибели от ДКБ было значительно меньше. В общем-то тут даже есть, я попробую сейчас выложить вам, показать графики, где проводились эти исследования, и количество смертельных случаев от ДКБ, и насколько их меньше у той группы, которая принимала этот эсцин. Но, опять же, не надо сейчас бежать на улицу, собирать конские каштаны. Во-первых, конский каштан, он в сыром виде, но в любом случае, он для человека является ядовитым, поэтому принимать его не надо. Еще одни исследования, я думаю, очень понравятся моим соотечественникам, да и многим другим, это исследования по поводу влияния одного из фенолов, ресверострола, который входит в состав красных вин, да, это, ну, как вы знаете, фенолы входят в состав красных вин, он тоже является антиоксидантом, и тоже оказывает положительное воздействие на эндотелий, на состояние эндотелия, и, опять же, тоже приводит к снижению риска ДКБ. Но, опять же, не стоит увлекаться этой идеей, и это совсем не означает, что нам надо перед дайвом и после дайва пить красное вино. Это скорее приведет, да и не скорее, а 100% приведет к отрицательным результатам, потому что у нас в вине есть этанол, спирт, который оказывает отрицательное влияние на ДКБ, да, на развитие ДКБ, то есть он будет провоцировать, во-первых, это обезвоживание, во-вторых, это как этанол влияет на поведение сосудов, то есть вино отставить, вино у нас не выход при употреблении вина. В то же время, как бы, умеренное употребление, естественно, вина, там, бокал вина, вечером после погружения, да, то я думаю, что он окажет положительное воздействие, но ни в коем случае не непосредственно перед и непосредственно после погружения. Вот, ну и опять же, количество, тут ключевое значение имеет количество употребленного алкоголя. Ну, и я думаю, что через несколько лет, уже там, в ближайшем будущем, на дайвботах будет нередкость такая картина, когда дайверы перед погружением употребляют какие-то там энергетические, не энергетические, диетические батончики, да, снеки, в котором содержатся экстракты из темного шоколада, из конского каштана и те фенолы, которые содержатся в красном вине, чтобы снизить риск возникновения ДКБ. Вот, то есть это, я думаю, что в скором будущем это будет реальностью. На данный момент пока таких вещей не делают, но, как бы, разработки в этом направлении ведутся. Следующим направлением исследований является предварительная подготовка. Предварительная подготовка организма дайвера перед погружением. Что сюда входит? Сюда входит предварительная физическая подготовка, и предварительная медикаментозная подготовка. Итак, было замечено, что как бы выполнение не очень тяжелых физических упражнений перед погружением непосредственно положительно влияет на снижение рисков возникновения ДКБ, на снижение случаев возникновения ДКБ. Как проводились исследования? Например, с использованием массажного, специальных массажных ковриков. Да, то есть это автоматический массаж, когда дайвер перед погружением, его клали на этот коврик, вибрация, вибрация всего тела, она активизирует все процессы, то есть и мышцы у нас работают в это время, и обмен веществ у нас улучшается, и кровообращение, ну, как от обычного же массажа. Вот, и вот такая, такие упражнения, будем говорить, положительно влияли на снижение количества ДКБ, случаев ДКБ. А какая причина всего этого? Дело в том, что во время упражнений у нас образуется оксид азота, который как раз и влияет на то, на количество образования вот этих микроядер, микрозародышей для скопления пузырьков, и влияет на состояние эндотелия. Следующим, в принципе, исследованием было, как бы, пунктом. Это медикаментозное исследование. Проводилось тоже оно на крысах, и заключалось оно в следующем. Крысам вводили препарат, сейчас правильно попробую произнести, росиглитозон. Вот, росиглитозон, это является антиадиабетическим препаратом, было снижение возникновения рисков, в случае в ДКБ печени у крыс. Вот. И этот препарат оказывал положительное воздействие, то есть, действительно, случаев возникновения ДКБ у крыс, которым давали эти препараты, было значительно меньше. Соответственно, этот препарат оказывает положительное влияние. Но исследования проводились на крысах. Как он влияет на человека, к сожалению, никто не скажет. Именно какая дозировка... Ну, влиять он будет примерно так же, но какая дозировка нужна людям, тоже непонятно. А так как это антиадиабетический препарат, то он явно не полезен для приема, ну, который способствует снижению сахара в крови, кстати. Он явно не полезен для обычных здоровых людей. Вот. Поэтому, ну, принимать самостоятельно этот препарат, для того, чтобы пытаться снизить риски ДКБ, это крайне неразумно. И еще одно исследование, это, будем говорить так, ну, как термическая нагрузка. То есть было замечено, опять же, что дайверы, которых помещали в сауну перед погружением, да, повышали температуру тела, имели меньше случаев ДКБ, чем те, которых не погружали, то есть не подвергали термической обработке, да, можно бы сказать так, которых, которые не испытывали теплового стресса. Ну, дело, в принципе, наверное, в том же, то, что повышенная температура у нас, как бы, увеличивает, там, да, активирует кровоток, в первую очередь, поверхностных тканей, у нас тело, естественно, пытается выводить жидкость, кровоток увеличивается, вот, обменные процессы улучшаются, и получается, что это положительно, влияет на риски ДКБ. Но надо понимать, что это не значит, что перед погружением надо активно париться, то есть тут как раз потеря жидкости является ключевым значением, да, ключевой величиной, то есть если вы будете, как бы, активно потеть в сауне, то у вас будет дегидрация, и это принесет, скорее, отрицательное воздействие на риск возникновения ДКБ. Поэтому надо понимать, что ко всему надо относиться с осторожностью. Ну и понятно, что исследования по предварительной гидротации и по дыханию чистым кислородом перед погружением тоже проводились, и, естественно, гидротация, но это вам, в принципе, скажет любой дайвер, который занимается, который вообще изучал как-то вопросы декомпрессии, да, что это во всех учебниках написано, даже с самого учебника Open Water, с самого первого, да, всем говорят, что дайвер должен активно употреблять жидкость, да, потому что это улучшает, собственно, в том числе и кровоснабжение, да, то есть гидротация является ключевым фактором, одним из ключевых факторов при возникновении ДКБ, потому что влияет на обменные процессы. Соответственно, естественно, предварительная гидротация положительно складывается. сказывается на снижении рисков. Вот, но и дыхание чистым кислородом, как показало, тоже положительно сказывается на возникновение риска, ну, на количество случаев возникновения ДКБ. Видимо, потому что тоже кислород точно так же влияет положительно и в том числе на эндотели, да, то есть как бы мы, употребляя, как бы, ну, дыша чистым кислородом перед погружением, проводим активную оксигенацию организма, что положительно сказывается, в том числе и на нашем эндотеле. Если обратиться к цифрам, то получается, что вот вибрация, которая подвергали издайвера, оно примерно на 60% снижало случаи возникновения ДКБ, а сауна практически близкая к 80%, там 70, около 78% давало снижение возникновения случаев ДКБ. Поэтому, как бы, это не пустые слова и не пустые исследования, на самом деле очень полезные исследования и очень перспективные. Далее были, какие еще исследования проводились? Были проведены исследования в области генетики. Опять же, на крысах. И, во-первых, как вы знаете, наверное, может быть, слышали уже, да, были исследования, что при погружениях, в принципе, в контрольной группе брались люди по сходному строению тела, там, примерно, там, возраст один, физическая комплекция, состав тела, то есть количество жировых тканей, мышечной ткани, примерно одинаковое, и проводились исследования, и в этой контрольной группе измерялось количество пузырьков, которые образуются в организме дайвера после погружения. И что было выявлено? Даже при одинаковом, одинаковом, примерно, количестве пузырьков, некоторые дайверы получали ДКБ, и у них проявлялись симптомы. У других дайверов точно с такими же показателями и с точно таким же уровнем шумов при исследовании на количество пузырьков, у них случаи ДКБ не проявлялись, и, как бы, ничего не происходило. То есть, получается, что некоторые дайверы более подвержены ДКБ, а некоторые менее. И провели исследование на крысах, также, и, в принципе, получилось, что генетическим отбором, да, можно вырастить поколение крыс, которое менее чувствительно, вернее, более стойко к возникновению ДКБ. Но это не значит, конечно, что сейчас надо выращивать дайверов, да, которые более стойкие. На самом деле, польза этого исследования может состоять в том, что если понять, какой механизм на это влияет, да, то есть выявить, что именно влияет, какие гены влияют на большую стойкость к ДКБ, то в дальнейшем, на самом деле, можно перед, еще до погружения, диагностировать, что вот этот дайвер, он будет более склонен к ДКБ, а вот этот дайвер будет менее склонен к ДКБ. То есть, что тоже влияется, как бы, ну, своего рода очень полезной вещью и хорошим сигналом, да, то есть тот дайвер, который будет более склонен к ДКБ, должен, естественно, будет планировать как-то свои погружения более консервативно, возможно. На чем бы еще хотелось заострить внимание? Я уже неоднократно писал, да и многие другие, вообще сейчас в последнее время очень часто эта тема всплывает, тема наличия открытого овального окна. К сожалению, по статистике у нас сейчас практически 30% населения диагностируются наличием открытого овального окна. Как оно влияет? Ну, если вы хотите подробности про открытый овальный окно, вы можете просто прочитать статью. Но суть в том, что эта проблема на данный момент существует, и об этой проблеме надо помнить. И если вы технический дайвер и не обследовались, не проходили обследование на наличие открытого овального окна, то берите свои ноги в руки и вперед. Проходите обязательно обследование, потому что открытое овальное окно это 100% риск возникновения ДКБ. И то, что у вас раньше при погружениях это не проявлялось, это ничего не значит. На самом деле, открытое овальное окно это не такая простая... То есть, это... Не так все просто, да? То есть, оно при определенных нагрузках, в принципе, оно может и не открываться, да? Как у нас был уже случай у одного из наших дайверов. И при... Он сделал достаточно уже большое количество погружений, у него не было ни одного случая ДКБ. Но во время курсов, во время технических курсов, при повышенной физической нагрузке, он получил, да, легкое ДКБ. И пройдя потом исследование, обнаружилось, что у него таки есть это открытое овальное окно. Вот. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь. Если занимаетесь техническим дайвингом, обязательно проверьтесь на наличие открытого овального окна. Это, по крайней мере, даст вам больше шансов не закессонить, да, не получить ДКБ, если вы уже не хотите бросить дайвинг, ну, не захотите, вернее, бросить дайвинг, когда у вас диагностируют его, да, в принципе, никакой причины для прекращения занятий дайвингом открытое овальное окно не дает, да, и на самом деле можно его... И это лечится, и операция, в принципе, проводится, и операция не такая сложная, если вы хотите от него полностью избавиться. Ну, и в рекреационном дайвинге как бы очень редко, хотя тоже бывает, опять же, это индивидуальный случай, да, я не буду говорить, что в рекреационном дайвинге не бывает, бывает, и даже не один случай как раз в рекреационном дайвинге чаще всего проявляется, ну, потому что рекреационщиков просто больше, в принципе, но не суть. В любом случае, если вы дайвер, если вы хотите заниматься дайвингом и продолжать, пожалуйста, пройдите исследование. Ну, и что я хочу сказать в заключении, я, конечно, вам сейчас не предложу никаких волшебных пилюль, никаких таблеток, то есть, на самом деле, рекомендации остаются все прежними. Это диета с повышенным содержанием овощей и фруктов, да, как хороших антиоксидантов и хорошо положительно влияющие на эндотелий, это занятие спортом и это разумное планирование своих погружений, чтобы избегать рисков, да, и как бы правильная расстановка консервативности совершения декомпрессии в техническом дайвинге. Вот. Ну, собственно, на этом у меня все. Благодарю, если посмотрели до конца, если вам это было полезно, я очень рад. Подписывайтесь на наш канал, рассказывайте друзьям, что у нас есть канал такой, если кому-то, хоть кому-то эта информация будет полезна, уже не зря мы работаем, плюс читайте статьи на нашем сайте, вот, ну и приезжайте к нам на погружение. Что еще? Да, и пожалуйста, не забудьте подписаться. Нам очень приятно, когда наши новости, наши новые выпуски смотрят много дайверов, мы тогда понимаем, ради чего мы, собственно, все это делаем и работаем. Это занимает, как бы, это не так просто сесть и перед камерой все наговорить. Все-таки надо подготовить материал, надо собрать его, зачастую надо перевести. да и само, как бы, выступление на камеру для нас, это не сказать, что это сложно, да, мы все время выступаем, мы все время ведем лекции, мы обучаем дайверов, но все равно перед камерой, как бы, человек зачастую теряется, поэтому, если нас будет смотреть больше людей, мы будем понимать, что работаем мы не зря, и что наша, вот эта работа, она приносит хоть какую-то пользу. Все, спасибо вам всем за внимание и до следующих встреч.